Итак, на телеканале Видное ТВ полюбившаяся многим телезрителям кулинарная передача «Изысканно и просто». Сегодня на ваш суд будут представлены три очень интересных блюда, которые обязательно надо попробовать приготовить дома. Запасайтесь листочками, ручками и внимания на экран. Для приготовления блюд нам понадобятся следующие продукты. Для салата – руккола, апельсин, копченая утиная грудка, помидоры черри, вяленые томаты, орехи кешью, белый винный уксус и оливковое масло. Для основного блюда – коры ягненка, свежая эспаржа, пюре манка, гранатовый сок и зерна граната. Для коктейля надо приготовить киви, яблочный сок, дынный сироп и лед. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Сегодня программа «Изысканно и просто» находится в ресторане «Редбери». И что мы будем сегодня готовить, хотелось бы узнать у шеф-повара этого ресторана Дениса. Здравствуй, Денис! Добрый день! Скажи, пожалуйста, какое меню ты сегодня подготовил для наших телезрителей? Денис, мы начнем с салата. Салат у нас с утиной грудкой, это первый раз. Второй раз у нас коры ягненка с соусом из манго. И третий раз мы сделаем безалкогольный напиток летний на основе дынового сиропа. Ну что, Денис, с чего начнем? Мы начнем с рукава. Значит, мы берем рукаву и делим ее на соцветиях. Ага. То есть, вот таким образом. Отделяем стебель. Стебель – это листочка. То есть, нам нужны только листочки. Вот таким макаром. То есть, все это делается вручную? Да, все это делается вручную. Так. Так. Скажи, пожалуйста, насколько приготовление этого салата сложно в домашних условиях? Это несложно. То есть, в принципе, если наш телезритель захочет это сделать, то он спокойно на своей кухне, спокойно может это сделать? Да. Если есть желание, то в любом случае можно это сделать. Хотелось бы сразу сказать нашим телезрителям, возьмите ручки, листочек, потому что тот салат, который мы сейчас приготовим, легко сделать в домашних условиях. И я думаю, что и вам, и вашим родным, и близким очень это понравится. Так. Сколько примерно нужно сделать? Ну, чуть только. Вот так примерно, да? Ага. Ты мне сразу скажешь, я хороший помощник или что? Отличный. Ага. Спасибо. То я вижу, что я только-то работаю. Если было бы желание, я бы с удовольствием сделал у вас на работу. Спасибо тебе, Денис. Так, ну что, заготовили мы руккола. Так, отлично. Следующий этап. Следующий этап. Так, значит, мы берем апельсин. Значит, мы из апельсина выделяем сегменты. Что такое сегмент? Это просто мякоть апельсина. Без костей, без кожи, без чешуи. Смотрите теперь за мной. Мы срезаем верхнюю и нижнюю часть апельсина. Ага. А теперь мы срезаем полностью всю кожуру апельсина. Со всех сторон. И смотрите, то есть, с каждым поднятым ножа, то есть, мы увидим определение, да, где заканчивается кожа. Ага. Сейчас у нас получился идеально дикий, точнее, не дикий, а гладкий апельсин. Вот примерно вот такой? Да, примерно такой. Теперь смотрите, видите? Вот они, сегменты апельсина. Да, да, да. Теперь мы вдоль кожи проезжаем до основания апельсина. Ага. И с другой стороны. Удаляем втеночки. Здесь они имеют. Да, 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 да. Есть. Это и есть сегмент апельсина. Угу. То есть, мы добавляем его в руку. То есть, вот такими небольшими кусочками. Да, да. Совершенно верно. Скажи, пожалуйста, Денис, а вот настроение шеф-повара, оно влияет на конечный продукт? Естественно. Вот если не выспался, например, или плохое настроение, погода плохая. Нет, настроение не влияет. Настроение влияет только на коллектив. Так. То есть, бывает иногда нервные срывы, когда нужно убираться. Да, интересно. Ну, это, наверное, в каждой семье. Кто сегодня будет мыть посуду? Ну, да. Что-то в этом роде. Угу. Ну, в основном всегда настроение благоприятное. Чем лучше настроение, тем вкуснее блюдо получается. Так, отлично. У нас с тобой два апельсина. Скажи, хватит, да, нам двух апельсинов? Да, я думаю, достаточно. Угу. Так, секунду. Достаточно вот такого количества. Начальная стадия приготовления салата у нас уже прошла. Мы нарезали руку и сделали кусочки, долечки сделали апельсина. Денис, что делаем дальше? Значит, что мы делаем дальше? Мы до конца вас... Экипируем. Экипируем, да. Сейчас, честно говоря, я чувствую себя уже настоящим шеф-поваром. Да, еще один момент. Так. У каждого повара должен быть, как говорится, слюнявчик. То есть, на первой необходимости, чтобы... Протереть руки можно было. Протереть руки. Угу. Отлично. То есть, это как бы средство личной гигиены. Совершенно верно. И советую всем нашим телезрителям применять средство личной гигиены. Отлично. Что делаем дальше? Так, мы берем томаты черри. Угу. Значит, предварительно мы моем их. Угу. Вот он. То есть, есть томаты разные. Вот эти на ветху. Ага. То есть, здесь мы видим окончательный продукт, то, что мы получаем. То есть, эти томаты. Так, мне. Себе. Еще. Себе достаточно. Так, мы берем томаты и режем их на четыре части. Так. Плановый салат. Угу. Затем берем утиную грудку. То есть, два помидорчика мы с тобой порезали, правильно? Да. Совершенно верно. Берем утиную грудку. Мы должны избавиться от кожи. Ага. Легким движением руки. Легким движением руки, да. Мы избавляемся от кожи. Эту кожу можно потом выбросить или как-то еще можно ее использовать? Ааа. Эту кожу можно выбросить. Теперь мы нарезаем ее небольшими ломтиками. Ага. То есть, мы вот так вот такими ломтиками. Ломтиками, да. Вот так вот нарезаем. Небольшими. Небольшими. Грудка, она готовая или она еще в сыром виде? Ааа. Она копченая. Уже копченая. Уже копченая. Ага. То есть, она пригодна к употреблению. Угу. Все, достаточно. Достаточно. Так, что делаем дальше? Так, теперь мы укладываем утиную грудку копченую. У наш... У наш скоро приготовленный салат. Да. Угу. Вот так. Так, затем, значит, мы берем вяленые томаты. Ага. Что такое вяленые томаты? Это обычные помидоры. Они вялятся на солнце в течение какого-то определенного времени. Вот. Соответственно, добавляется там соль, перец и... Все по вкусу. Все по вкусу. Вот. А мы берем, значит, вяленые томаты. Возьмите, Олег. Угу. А режем мы их мелкой соломкой. Представляете, что это? Конечно. Так. Угу. Достаточно. Достаточно. Так, затем мы укладываем в наш уже почти готовый салат. Угу. Есть. Так, затем мы берем уже готовые обжаренные орешки кешьи. Небольшое количество. Вот. И для этого, в принципе, салат готов. Угу. Вот. Но нам нужно будет сделать соус к этому салату. Так. С чего мы будем делать соус? Соус называется винегрет. Интересно, какое название. Альтернативное название нашему российскому салату. Берем небольшую тару. Так. Берем белый виноксус. Белый виноксус. Угу. Оливковое масло. Угу. Угу. Значит, соль. И свежий молотый перец. Теперь хорошо это перемешиваем. Мы перемешиваем до однородной консистенции. Угу. Вот. И затем мы заправляем этот салат с соусом из винегрет. Вот, Олег, смотрите, пришел тот окончательный момент, когда нужно замешать салат. Теперь оденьте перчатки. Так. Вот, и все это нужно перемешать до однородной массы, чтобы соль, перец, наш соус винегрет объял все объятия. Ага. Наши пины в грудке, апельсины и руколы. С пенверами. Я сейчас чувствую себя просто хирургом, который готовится сделать операцию. Ну что, приступим? Приступим, конечно. И так, хотелось бы еще раз напомнить нашим телезрителям, что мы порезали руколу, сделали кусочки, долечки апельсина, затем порезали томат черри, да? Сделали соус винегрет и орешки кешью. И вот сейчас мы все это тщательно перемешаем. Сейчас все наши компоненты, которые мы подготовили для этого салата, пропитаются соусом. Правильно? Совершенно верно. И уже после этого салат, можно сказать, будет готов, и мы можем подавать его на стол. Все. Смотрите. Когда мы укладываем на стол, точнее на тарелку, салат должен выглядеть изящно. Вверх. Так. Чем выше салат стоит кверху, тем больше вдохновения. Не забывайте, не забывайте о вдохновении. Как я это делаю? Он может быть маленький, да, салат, но если он стоит высоко, значит, он высоко глядит. Интересно. То есть, я прямо вот так беру массу. Да, берите массу, да. И чем выше ее выкладываете, то вы постараетесь. Скажу, Денис, ты просто какой-то кулинарный волшебник. Я, конечно, буду сейчас стараться. Не знаю, насколько у меня это получится, чем выше. А тяжелые ингредиенты, которые там содержатся, можно положить по краям. Это будет как декорация салата. Да, 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 да. Давайте я так и сделаю. Вот так вот, да? Да, отлично. И вот так вот. И все это немножко... Да. Только вот смотрите, для домашнего использования такого салата еще очень хорошо. Но тогда... То есть, в рабочем смысле, да? Да, подается клиенту в ресторане. Да, подается клиенту. То лишнее движение не нужно делать, потому что остаются следы. Да, да, да. Вот так мне размазывают, что называется, по тарелке. Это некрасиво. Мы один раз положили. Все. Если мы положили так, значит, оно должно так вот выглядеть. И небольшая экспериментация, да, для украшения этого салата. Несколько кружков свежего перца. Давай так и сделаем. Все. Салат готов. Ну что ж, первое блюдо из нашего меню, салат, уже готов. На мой взгляд, он получился очень красивым и аппетитным. Мы это узнаем, правда, чуть позже. А пока, Денис, можем переходить ко второму блюду нашего сегодняшнего меню. Совершенно верно. Денис, мы приготовили салат. Какие наши дальнейшие шаги? Что будем делать дальше? Значит, мы приступим ко второму блюду. Называется каре-ягненка. Каре-ягненка. Каре. Именно каре. Каре-ягненка с соусом из манго. Ммм, уже интересно. Лучше резать по два ребра. Так. То есть, мы нарезаем с одной стороны и между костей мы дорезаем до конца. И второй ряд. Вот у нас получилось четыре ребрышка. Мы нарезали с тобой ягненка. Да. Совершенно верно. И давай расскажем нашим зрителям, что входит в состав нашего блюда. Каре-ягненка. Спаржа свежая. Так. Помидор черри. Есть такое дело. Пюре манго. Свежий гранат. Оливковое масло. В принципе, все. Так. Ну что ж, давай познакомим наших телезрителей. Как все это приготовить? Значит, берем... Каре-ягненка. Каре-ягненка. Угу. Ассалин. Перец. Ага. Ты мне тоже иногда давай какой-нибудь передвиж, чтобы я... Немножко оливкового масла. Немножко оливкового масла. Да. Заливаем вот так. Да. Достаточно. Перец все это перемешайте, чтобы мясо впитало и соль, и перец. То есть я опять одеваю перчатки. Да, опять. Угу. И вот таким вот образом мы вот... Оливковое масло, да, соль и перец, чтобы оно сейчас впиталось у нас в мясо. Да. Совершенно верно. Отлично. Итак, мы замариновали каре-ягненка. Да. Что делаем дальше? Так, мы немножко это отставим. Так. И займемся гарниром. Угу. То есть а мы берем свежую спаржу. Так, Олег, возьмите себе половину и мне половину. Тебе половину и мне половину. Да. Мы срезаем заднюю часть спаржи. Угу. То есть она нам непригодна. Так. Вот. Потом самая вкусная часть – это верх. Угу. Степель вот эта. Да. То есть а мы… Специальным прибором. Да. Учищаем вот… От кожи. Угу. Попробуйте. Так. Слушай, мне кажется, у меня получается. Отлично получается. Вот так. Есть. Теперь так нужно сделать всю спаржу. Угу. Несколько необходимо сделать в таких стеблей, спаржи для сегодняшнего нашего блюда. Аааа… Ну, то есть три-четыре достаточно будет. Так, три-четыре спаржи нам достаточно, чтобы супа покушать. Так, хорошо. Его сейчас я последний дорежу. Вот таким вот образом. Так, есть. Так. Все. Теперь мы эту спаржу нарезаем пополам. Ага. Наискосочек. Так просто интереснее. Наискосочек. Вот так мы это делаем. Есть. Все. Ааа… У нас полуфабрикаты готовы. Угу. Ага. А теперь вы… Воспользуйтесь помощью нашего ассистента. Вот. А. Так. Слушай, повара Артема мы позовем, и он уже на кухне начнет приготовление. Да. Артем. Здравствуй, Артем. Мы подготовили для тебя каре ягненка. Нарезали спаржи. Это у нас будет как гарнир. Да? Совершенно верно. И попросим тебя приготовить это на кухне. Хорошо. Спасибо, Артем. Пока Артем будет готовить это у нас на кухне, Денис, а тебя я попрошу рассказать, как это будет происходить на кухне. Хорошо. Спасибо, Артем. Олег, значит, мы берем каре ягненка, обжариваем на сковородке с двух сторон. Но сначала начинаем с ягненка, потому что спаржи готовятся чуть быстрее. Да, совершенно верно. Можно это обжарить на гриле. Так. А вообще желательно это, если есть такая возможность, обжарить на углях. Да. Но если мы в домашних условиях… В домашних условиях можно пожарить на сковородке. Так, отлично. Вот. Значит, мы обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Угу. Вот. Каре ягненка. Перед тем, как в последний раз перевернуть ягненка, значит, мы закидываем в кипящую воду спаржу, добавляем сливочное масло, соль и перец. И буквально где-то эта спаржа кипит 2-3 минуты, и она готова. Так. То есть она должна быть не мягкая, не разваренная, а немножко хрустящая. Так. Вот. После того, как спаржа прокипела 2-3 минуты, мы достаем ее и выкладываем… Выкладываем на тарелку? Нет. Выкладываем на тарелку, не добавляем ее в ягненок? Он у нас получается как отдельный гарнир. Ага. То есть мы отдельно выкладываем спаржу. Соответственно, пока спаржа кипит, готовится, да? Соответственно, почти готов ягненок. Тогда такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот подается это блюдо ягненок и спаржа должен быть горячим или все-таки уже охлажденным? Все горячее должно. В горячем виде он подается? Да, совершенно верно. Надо подгадать время так, чтобы и спаржа была горячая, и ягненок. У ягненка есть несколько степеней прожарки. Да. То есть люди, которые любят с кровью, с кровяным соком, либо полностью прожаренным. То есть в зависимости от того, как происходит степень прожарки, да? То есть мы можем понять с кровью, с кровяным соком, либо полностью прожаренным. То есть это все зависит от потребностей человека. Ну, в принципе, любая хозяйка или человек, который готовит это блюдо, может сам это увидеть и собственными глазами, да? Естественно. До какого степени прожаривается наш ягненок? Да. До какой степени мы нашего ягненка сегодня прожарим? Самый оптимальный вариант, чтобы кушать ягненка, это медиум. Так. Это с кровяным соком. Оно не сырое, оно не до конца жареное. Оно немножко... То есть само мясо очень мягким, вкусным. На огне готовим соусы замороженной мякоти манго, гранатового сока и зернышек граната. Артем, спасибо тебе большое за помощь. Ну, а мы, Денис, приступаем к украшению этого блюда. В самое время пришло уложить наше блюдо на тарелочку. Так. Смотрите, Олег, значит, там мы берем спаржу аккуратно, выкладываем ее домиком. Ага. Вот, то есть не домиком, а колодцем. Такой городошный. Да, попробуйте. Нет, нет. Так. Ага. Все, я понял. Тебе вот так и вот так. Совершенно верно. Так. Вот. Значит, мы берем уже готовое наше каре и скрещиваем ее так, чтобы... Такой получился фиг вам. Да. Вот идеальное, да, соотношение. Значит, это дальнейшее наше действие. Мы берем соус наш. Хотелось бы напомнить, что здесь пюре манго. Да. Гранатовый сок. Гранатовый сок. И косточки. И косточки. Косточки самого граната. Ага. То есть мы аккуратно поливаем. Ага. Всю нашу конструкцию. И знаете, у каждого шеф-повара есть... То есть если он это блюдо делает, есть свой автограф, да? Ага. То есть каждый шеф оставляет свой автограф на тарелке. Интересно. То есть в моем подразумении это выглядит вот так. Ну что-то каждый раз иногда бывают разные импровизации. То есть не каждое блюдо там бывает одинаковое. То есть само полите соуса, да? Денис, а вообще скажи, насколько в приготовлении какого-либо блюда присутствует импровизация? В каждом блюде есть импровизация. То есть есть в каждом ресторане стандартизация, да? Но в каждом блюде есть импровизация. И каждый уважающий себя шеф-повар. Да. Есть импровизация. Угу. Ну что, у нас можно сказать, что блюдо готово? Да. И еще несколько маленьких штрихов. Так. Мы берем томат черри. То есть кладем две четвертинки на позицию. Самое любимое – это лук-резанец. Лук-резанец. Да. То есть он похож на обычный наш лук, да? Который легко можно вырастить на приусадебном участке. Да. Но, опять же, видите, все туда. Немножко петрушки. Так. Петрушки-зеленушки. Петрушки-зеленушки, да. Вот. Чуть-чуть. Здесь, в принципе, много зеленого. Почему? Потому что у нас накануне лето. Да. Все зеленое, свежее. Вот. И немножко свежего перца. Можно я попробую? Пожалуйста. Мы обсыпаем вокруг тарелочек или на блюдо? Нет. Как хотите. В разные стороны. В разные стороны. Да. Главное придать свежесть блюду. Достаточно. И вот так. Все. Да. Отлично. Блюдо готово. Отлично. Мы приготовили салат. Мы приготовили горячие блюда. Денис, какие наши дальнейшие действия? Теперь мы сделаем небольшой такой напиток, которым нужно будет это все запить. Так. Такой летний свежий напиток. Называется он киви мэлэ слим. Угу. Значит, мы сейчас берем киви. Угу. Дынный сироп. Так. Лед. Яблочный сок. Отлично. Значит, Олег, смотрите. Мы режем киви пополам. Давайте вместе. Давайте. Сделаем вы и я сделаем. Режем киви пополам. Так. Так. И с каждой стороны. О, до тоненькой долечки. Угу. Угу. Так. Это ваш стакан. Угу. 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 Так, заполнили до конца. Теперь вот таким образом мы охлаждаем стакан. То есть, знаете, как подача холодных блюд, должна холодная тарелка быть, горячих блюд, горячая тарелка, соответственно, каких-то напитков должно быть холодный стакан. То есть, если это прохладный напиток. Так, лед нам пока не нужен. Лед нам пока не нужен. Есть. Значит, на стенке мы аккуратно прилепляем кель, как декорация. Хаотично. Как хотите, так и прилепляете. Весь этот стакан мы заполняем льдом. Так, это прохладный напиток свежий. Что у тебя сейчас в руке? Шейкер. Ага. У меня просто два их в два разных. Вот этот шейкер закрывается стаканом. Вот этот шейкер закрывается крышкой. Так, Олег, смотрите. Это ваш. Так. Это мой. Берите ваши киви. Так. Бросаем туда. Бросаем туда. Я бросаю к себе. Видите, толкушку. Так. Теперь толчите, чтобы вышел сок. Так. То есть, в принципе, вот так вот, как многие привыкли, что и как делается картофельное пюре. Да. То же самое мы делаем пюре из киви. Да. Отлично. Угу. Все, достаточно. Достаточно. Так, давайте теперь я. Так. Так, добавляем немного дынового сиропа. Угу. Соотношение, если на стакан, 50 грамм. Так. Есть. Яблочного сока, 150. Угу. Получи 200. Скажи, яблочный сок должен быть с мякотью, без мякости или все равно? Желательно. Желательно вот зеленый яблок. Это классический. Зеленый яблок, классический. Классический рецепт. Угу. Так, затем мы добавляем лед. Так. Чтобы охладить. Угу. Так, вы закрываете стаканом. Так. Я закрываю крышкой. Так. Теперь вот такими движениями. Синхронными движениями. Слушай, ну мы с тобой, можно даже пританцовывать. Можно же, да? Вот это. Та-ра-ра-та-дам, та-да-та-та-дам. Ты вообще, когда готовишь, пританцовываешь или напеваешь песни такие? Да, бывает и пританцовываю, и напеваю, в зависимости от настроения. Отлично. Так, снимаю стакан. Стоп. Стакан надо снимать. Смотрите, видите, где уголочек? Вот тут чуть-чуть туда. Ударяем, и стакан снимаем. Отлично. Сколько я всего уже узнал от тебя сегодня? Вот, и мы аккуратно, точнее, вы аккуратно заливаете все это. Так, я в свой-то свой? Да, я в свой, а вы в свой. Отлично. Аккуратно заливаем. Вот, слушай, мне кажется, сейчас такой шедевр получится. Так. Одну трубочку так. Другую трубочку вот так. Вот так. Вот так. Ага. И мое утро. Все зависит, опять же, от настроения бармана. Все. Коктейль у нас готов? Коктейль готов. Можно запивать то, что мы приготовили. Напоминаем рецепты приготовленных блюд. Салат с утиной копченой грудкой. Рвем руками листья рукколы. Чистим апельсин и нарезаем дольки мякоти. Режем на 4 части помидорчики черри. Ломтиками нарезаем копченую утиную грудку. Вяленые томаты режем соломкой. Соус. Перемешиваем белый винный соус, оливковое масло, соль и свежемолотый перец. Заправляем салат и выкладываем на тарелку. Каре ягненка с соусом из манго. Маринуем каре ягненка. Оливковое масло, соль и перец втираем в мясо. Сразу же готовим спаржу. Чистим стебль и разрезаем пополам. Сначала обжариваем ягненка с двух сторон до золотистой корочки. После в кипящую воду забрасываем спаржу. Добавляем сливочное масло, соль, перец и кипятим 2-3 минуты. На огне готовим соус из замороженной мякоти манго, гранатового сока и зернышек граната. Все выкладываем на блюдо и украшаем помидорами черри и зеленым луком. Поздаем к столу горячим. Коктейль киви-мелон-слинг. На стенке охлажденного стакана прилепляем ломтики тонко нарезанного киви и закладываем льдом. В шейкере смешиваем мякоть киви, дынный сироп и яблочный сок. Наполняем стакан и наслаждаемся прохладительным напитком. Все, что мы планировали сделать в программе «Изысканно и просто», мы сегодня приготовили. Денис, скажи, пожалуйста, насколько это сложно сделать в домашних условиях на собственной кухне? Это не сложно. Это очень просто. Если было бы желание, любой человек захотел бы. То, что мы сегодня приготовили, это все реально сделать в домашних условиях. И мой совет – старайтесь, думайте, экспериментируйте. Ничего здесь такого нету страшного. Ну, а если по каким-либо причинам у вас это не получится, то вы всегда можете прийти в ресторан «Редбери» и заказать у шеф-ховара Дениса все, что вы пожелаете. Начнем тра-та-та-та-та и поехали дальше. Что мы с ним сделали? Что мы сделали? А дальше мы сделаем вот что. Денис, как ты груб со мной. Ты смеешься надо мной? Да. Сейчас я посмотрю, как ты будешь говорить. У меня меньше слов, чем у тебя. Все, что мы планировали приготовить в программе «Изысканно и просто», мы сделали. Денис. Да. Это мой текст. Ну что там, что такое апельсин? Все, что мы сегодня планировали. Планировали. Да не выпланировали, да не выпланировали, да не выпланировали. Планировали. Продолжение следует.